МВД объявило в розыск бывшего заключенного Сергея Савельева, передавшего записи пыток заключенных в Саратове. По сведениям Rush Today на Савельева заведено два уголовных дела. Он объявлен в розыск из-за нарушений правил досрочного освобождения. Кроме того, возбуждено уголовное дело о незаконном получении сведений, составлявших государственную тайну по факту публикации видео в СМИ. Это не шпионаж, не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения, пояснил источник Rush Today. Кроме того, телеканал утверждает, что бывший заключенный не безвозмездно поделился видеоархивом с пытками, а получил денежное вознаграждение от правозащитников из ГУЛАГу.нет. Мы поговорили с самим Сергеем Савельевым и основателем ГУЛАГу.нет Владимиром Осечкиным. Можно только догадываться, что они придумали. Это даже немного интересно. Разглашение государственной тайны и шпионаж — это то, что они мне пытались вменить тогда, именно при задержании моем в аэропорту Пулково. Но у них было некоторое время подготовиться, возможно, они придумали что-то еще. Они уже пытались оказать на меня давление, остановить распространение этих сведений. И, естественно, мы ожидали примерно такой реакции, когда меня пытались спецслужбы задержать в аэропорту Пулково. Это уже довольно широко известная история. То есть они заставили меня подписать показания, несоответствующие действительно, которые дискредитировали и Владимира Осечкина, правозащитный проект ГУЛАГу.нет. Мне пришлось убедить их в моей готовности полностью сотрудничать. Я подписал обязательство явки, что я по первому их вызову, обязательно к ним приеду. Но я прекрасно понимал, что они не собираются уже выпускать меня из страны. Поэтому из России мне уже пришлось выбираться путями, которые так не отслеживаются. То есть не авиа, не железнодорожным сообщением, а на обычной маршрутке. Мы были уверены, что они продолжат вот эти поиски. Я уверен, в следующем шагу у них будет международный розыск. Но это не новость. Они действуют по привычному для себя пути. По пути сокрытия следов. Естественно, я думаю, что мне угрожает опасность. В том числе и просто моей физической ликвидации. Но дело в том, что это уже не будет иметь каких-то сильных последствий для международного расследования, для правозащитной организации, именно для всей вот этой ситуации, которую я открыл. Потому что все видеозаписи, документы, все доказательства уже переданы. Не только правозащитный проект «ГУЛАГУНИТ», они уже переданы и в Европейский суд по правам человека, и в Комитет по противодействию пыткам. И очень многие уже международные СМИ располагают этими данными. Российские власти, очевидно, сейчас пошли в атаку, чтобы уничтожить максимально нас. И мы действительно с Сергеем не исключаем, что к нам и киллеров могут каких-то подослать с новичком, или с какими-то там пистолетами, или с нападением каким-то. Мы прекрасно понимаем, что наша задача сейчас – это максимально сделать все возможное, чтобы передать журналистам и международным правозащитным организациям полностью весь этот архив, что уже на самом деле сделано. И плюс на следующей неделе мы покажем во второй половине недели еще ряд новых видео, которые раскроют глаза общества и покажут, что подобные пытки и вот эти капоразработчики использовались не только в Саратовской ОТБ-1, но еще в ряде пыточных тюрем, где целый ряд активистов вот этих капа по команде, по заданию сотрудников, СИН жестоко избивал и пытал заключенных. Мы на следующей неделе отправим полностью весь этот видеоархив вместе с видео вот этих всех кошмарных пыток в Интерпол, потому что я, например, считаю, что это вопрос не только в том, чтобы Интерпол отказал России в попытке розыска Сергея Савельева, но и в том, чтобы уважаемые правоохранители из системы Интерпол реально понимали, что на самом деле происходит в российских застенках, и, возможно, подумали о введении на определенный период времени моратория на участие России в этой уважаемой правоохранительной организации, потому что абсолютно очевидно, что Российская Федерация не выполняет элементарных требований международного законодательства по отношению к задержанным и заключенным. Уже больше недели я вижу прекрасно, как нас пытаются зависимые от российских спецслужб медиа каким-то образом дискредитировать, пытаясь найти хотя бы какую-то соринку в нашем глазу и пытаясь отвлечь внимание общества от того, что находится на этих видео. Нужно понимать, что Сергей провел больше пяти лет в пенитенциарной системе. У него не было возможности купить компьютеры, не было возможности купить новые жесткие диски для копирования всего этого. И, конечно, мы как ГУЛАГу нет. Из того, что люди нам отправляют донатами и пожертвованиями, конечно, финансово поддержали. Но речь идет не о торговле видео с пытками, а речь идет о том, что нам нужно было снабдить Сергея всем необходимым, чтобы Сергей мог купить мобильные телефоны, компьютеры, интернет, мог перемещаться свободно. В 2013 году в Краснодарском крае мне друг попросил принять посылку, подержать ее некоторое время у себя и передать ему. Вместе с посылкой ко мне приехала огромная группа захвата в антитеррорах, в масках, в бронежилетах, полная амуниция и вооруженные. Целый день избивали меня, издевались. В период следствия еще я сталкивался с избиениями регулярными на протяжении первых двух месяцев, пока я уже не стал просто на все соглашаться. Дальше все было более-менее неплохо, пока меня не привезли в ИК-10 города Саратова. Там при поступлении в карантин нас всех избили, всех, кого тогда привезли. Причем избивали как другие осужденные активисты, так и сами сотрудники. Им это очень нравилось. Ну вот, наверное, это был последний такой акт самой сильной жестокости именно в отношении меня. Да, это обычная процедура, через нее проходят абсолютно все. Очевидно, нужно проводить системную большую реформу Федеральной службы исполнения наказания, прекращать всю эту внутритюремную, якобы агентурную работу и прекращать использовать заключенных в качестве вот этих вот капа и внутрикамерных разработчиков. Вообще сама вот эта история с ВКР, это внутрикамерная разработка, это один из видов секретных ОРМ, его нужно вообще исключать из оперативно-розыскной деятельности, потому что заключенные в отношении других заключенных не могут проводить никаких ОРМ. Все это, очевидно, будет связано с пытками, с садизмом, с изнасилованиями, с унижениями. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но дождь это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте «Открывайте для всех новости». Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» tvrain.ru слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.